Начинаем сегодняшний стрим с новости о Казваке. Это так называется наша вакцина, которой помимо импортных этой вакциной прививали казахстанцев во время пандемии коронавируса. Вот совсем недавно вроде бы это было. Так вот, оказывается, Всемирная Организация Здравоохранения этот Казвак до сих пор не одобрила. Чем мы кололись? Чем вы кололись, Адель? В Минздраве объяснили это тем, что в нашей стране нет полного цикла оказывается производства вакцины. То есть полный цикл это от производства биомассы до упаковки готовой продукции. Во всяком случае, так заявила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагомбетова. Ну и она же рассказала, что сейчас завершается строительство второго комплекса, где будут готовить эту самую биомассу, необходимую для создания вакцин. И уже тогда можно надеяться на получение вот этого пресловутого сертификата ВОЗ Всемирной Организации Здравоохранения. Напомню, что завод по производству вакцины его строят с 2021 года еще. Строят в Жамбылской области, все никак не достроят. Но в будущем, обещают, мы на этом заводе, Казахстан на этом заводе будет производить и другие вакцины. Возможно. Так, во всяком случае, обещают в Минздраве. Давайте послушаем чиновницу. После завершения вот этого полного строительства, получения GMP-сертификата, это тогда позволит уже получать сертификат ВОЗ не только на коронавирусную вакцину, а если в будущем, как мы планируем, будет выпускаться, допустим, какая-то любая другая вакцина, разработанная, выпускаться этим заводом, то это позволит получать сертификат ВОЗ на всю продукцию. Видите, Даурен, еще ничего готово, а вы уже думаете, что я сверх дозы забрала себе вакцин. Чем вы кололись, Адель спрашивает. Добротой и юмором, Даурен. Поэтому не заболели коронавирусом. Или у вас легко все это прошло? Болезнь была, но прошло это все относительно легко. Ну, ладно, двигаемся дальше. Да, двигаемся дальше. Сейчас новости серьезные о казахстанских детях, которых усыновили иностранцы. С их судьбой озаботился сенатор парламента Дархан Кадарали. Оказалось, что наша страна потеряла связь со многими детьми, которые отправились жить в семьи за рубежом. Такую информацию сообщил депутат Кадарали. По его данным, за 12 лет, это получается с 99 по 2011, граждане других государств усыновили из Казахстана почти 9 тысяч детей. Многие уже выросли, строят карьеру, завели семьи. А вот по оставшимся, это более 3,5 тысяч детей и подростков, государственные органы до сих пор должны получать отчеты. Однако, не все поддерживают связь. Молодец, Дархан Кадарали. И этот сенатор проявляет в последнее время такую активность. Изданную активность. Да, в общем, по его словам, в результате всего этого от более чем сотни детей, уехавших в США, ну и примерно такое же количество усыновленных в Бельгию, еще от 30 сирот, которые отправились в семьи в Южноафриканскую республику, никакой информации не поступает. То есть, никто не знает, по сути, вообще эти дети живы, казахстанские или нет, и как сложилась их судьба. Ну, вдобавок к этому, сенатор подчеркивает, что сейчас заграничных усыновлений стало гораздо меньше. Это его радует. За последние 4 года всего один ребенок, оказывается, из Казахстана уехал жить за границу. А вот о детях, рожденных в Казахстане и усыновленных до 99-го года, по сведениям Дархана Кадарали, вообще нет никаких данных. Да, но зато у некоторых журналистов есть сведения о том, каким образом в конце 90-х и начале 2000-х, извините, детей пристраивали в приемные семьи за рубежом. Да, ну их якобы, выпей воды, да, их якобы продавали за 50 тысяч долларов новым родителям. Об этом, во всяком случае, журналист Жанар Байсемизова рассказала на канале Абай ТВ в интервью тоже нашему коллеге, журналисту Абаю Сейфуле. Она также высказала мнение, что к продаже детей-сирот, возможно, могла быть как-то причастна жена бывшего президента, но Султана Назарбаева, Сара Алпысовна и ее благотворительный детский фонд «Бобек». Ну давайте послушаем отрывок из этого интервью Жанар Байсемизовой. Был ли звук у нас? Да, что-то у нас звука как будто бы не было. Да, давайте еще раз посмотрим. Ну в общем, наша коллега Жанар Байсемизова заявила, что детей продавали, но тут еще вторая скандальная часть вот ее заявления о том, что каким-то образом к этому причастна Сара Назарбаева. Ну вот относительно этого тут нужно процитировать опять же саму Жанар Байсемизову. Давайте я прочитаю. Казашка в Испании когда-то уехала по программе Сары Алпысовны. Позже ее младшую сестру удочерили испанцы. Брат остался здесь, его зовут Генояд. И вот эта девушка со слезами на глазах передавала ему привет. Я не говорю, что Сара Алпысовна продала всех этих детей. Если подумать логически, она не нуждалась в деньгах. Не хочу думать плохо. Может, она трезво оценивала экономическое положение нашей страны и желала лучшего для них. Возможно, она хотела дать им шанс. Ну вот им это значит этим детям усыновленным. В общем, правда ли, что заграничные усыновители платили такие огромные суммы за возможность дать казахстанским детям семью и любовь? Изменило ли что-то сейчас? Насколько сегодня все эти процедуры на самом деле понятны и прозрачны? Мы все эти вопросы зададим сейчас в прямом эфире общественному деятелю Аружан Саин. Она сейчас подключилась уже к нам. Аружан, привет. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, да, привет. Давно не виделись. Аружан, ну первый вопрос. Вообще вот сенатор Кадырали, он не зря переживает за казахстанских детей, которых с 90-го по 2000-й год, по 99-й год усыновили иностранцы. Ты знаешь, есть какие-то факты, что их действительно продавали? Ну, мы проводили большую работу вот в этом направлении. И я согласна с мнением сенатора, только хотела бы поправить, что мы не знаем судьбы детей, которые были усыновлены из Казахстана до примерно 2011 года. Так как в 2011-2012 году Асхат Козлаевич-Долубаев, бывший генеральный прокурор Республики Казахстан, создал при генеральной прокуратуре департамент по защите прав несовершеннолетних. И вот как раз-таки в то время мы, неправительственные организации, и наш фонд в том числе, помогали им с информацией о том, какие разные права детей нарушаются, в том числе и в сфере усыновления наших детей, в результате чего было проведено две коллеги генеральной прокуратуры, где были озвучены результаты, и в том числе и то, что мы не смогли, наша страна казахстанская, узнать судьбы детей, усыновленных за границей, в основном и в Соединённых Штатах Америки, когда наше консульство, дипломаты, которые там находятся, должны были осуществлять вот как раз-таки и в защиту прав наших детей и контроль за тем, как дети живут, как складывается их судьба. Информацию мы эту не давали, встречи с дипломатами были невозможными зачастую, не сто процентов, но очень много было ситуаций, когда мы эту информацию о наших детях получить не смогли даже тогда, когда специальная группа генеральной прокуратуры выехала в Соединённые Штаты Америки, и, к сожалению, это всё привело к тому, что был такой негласный мораторий, что ли, на то, чтобы отдавать детей в эту страну. Потому что, вот я ссылаю сейчас на интервью в 2016 году, которое дал министр иностранных дел Казахстана Ирлан Адрисов, за время, до 2016 года, независимости нашей страны, за рубеж было установлено всего 9 тысяч детей, из которых 6 тысяч детей были установлены в Соединённые Штаты Америки. И согласно международным конвенциям и законодательствам всех стран, граждане, которые установляют наших детей за границу, они должны давать полную информацию до совершеннолетия детей о том, как дети живут, об их здоровье, где они учатся и так далее. Но, к сожалению, не все это соблюдали. Более того, ребёнок после достижения совершеннолетия имеет полное право выбрать гражданство. То есть он будет гражданином Казахстана, либо гражданином той страны, куда его усыновили. И вот это отсутствие контроля, оно в итоге привело к таким печальным, к сожалению, фактам. Но это было обусловлено тем, что в то время, до 2012 года, иностранные граждане свободно приезжали в нашу страну. Они напрямую контактировали с органами опеки, с детскими домами, домами ребёнка, выбирали детей, подавали заявление в суд, получали положительные решения и увозили наших детей. Это бесконтрольно абсолютно происходило. После того, как были проведены вот эти расследования, коллеги генеральной прокуратуры, законодательно было это запрещено. Все процедуры сейчас проходят исключительно через Комитет по охране прав детей. Также было отрегулировано то, что те многочисленные агентства международного установления разных стран, которые здесь работали, уже не смогли так работать, и они должны быть лицензированными, получать разрешение на эту деятельность. Но то, что наши отдельные граждане, причастные к процессу установления, извлекали выгоду из этого процесса, это можно назвать торговлей детьми прямо. Это, к сожалению, как ни печально, но факт. И самыми разными способами это происходило. Руджиан, вот ты говоришь, что по правам международным ребята даже могут выбирать в будущем гражданство той или иной страны. И ты знаешь, сейчас мы очень часто в соцсетях читаем истории казахстанцев, которых усыновили иностранцы, и вот теперь они выросли, ищут в Казахстане родных, приезжают на свою родину. Ну, в целом, если так посмотреть по статистике этих историй, жизнь этих ребят сложилась хорошо. Они попали в хорошие семьи. Ну, наверное, отсюда у них есть возможность вернуться, искать мам и пап. А много ли кейсов, когда иностранные родители, наоборот, плохо обращались с приемными детьми из Казахстана? И самое главное, как наши власти на это реагировали? Ну, я думаю, что более подробно эту информацию лучше запрашивать в правоохранительных органах, в прокуратуре и в Министерстве иностранных дел, потому что я вот сейчас конкретные какие-то случаи озвучивать не хочу, потому что, ну, ты знаешь, Адель, я всегда стараюсь ссылаться на личный, конкретный опыт, факты и так далее, но отказы от наших детей, к сожалению, которых усыновили за рубеж, они тоже имели место. И эти дети в Казахстан, к сожалению, не вернулись. Дальнейшая их судьба нам тоже неизвестна. Это не массовые случаи, это отдельные случаи, но здесь же как бы судьба каждого ребёнка, она индивидуально важна, тем более если это ребёнок-ражданин нашего Казахстана. Есть, как бы, видите, такие истории, когда, допустим, на усыновление отдают детей, когда есть родственники здесь, в Казахстане, либо эти дети могли бы быть усыновлены нашими гражданами Казахстана, но ввиду ряда манипуляций их отдали зарубежным усыновителям. Я могу рассказать вот из конкретных фактов, которые были выявлены. Например, прежде чем отдать ребёнка на зарубежное усыновление, органы опеки, упомощенные органы должны сделать всё, чтобы устроить ребёнка в семьи граждан Казахстана. Это и родственники ребёнка, бабушки, дедушки, дяди, тёти, это и семьи, которые хотят усыновить, но не являются родственниками ребёнка. И для того, чтобы отдать ребёнка на усыновление, им нужно было вот в тот период получить три отказа от ребёнка от наших Казахстанских усыновителей. Так вот, прокуроры, когда исследовали дела по усыновлению наших детей за рубеж, они прям в документах видят отказ семьи, например, Садыковых, от усыновления этого ребёнка, созваниваются с семьёй, и оказывается, что у этого ребёнка им никто даже не показывал, им никто это не предлагал, а проведённые в дальнейшем почерковедческие экспертизы показывают, что подписи на вот этих всех заявлениях якобы от казахстанских усыновителей об отказе в усыновлении детей, они поддельны. Либо, например, какие-то диагнозы приписываются абсолютно здоровым детям, потому что если казахстанский усыновитель приходит в дом ребёнка и видит у него целый список диагнозов тяжелейших, да, энцилфопатия, ещё там какие-то там чуть ли не ДЦП ребёнка установлено, он не будет усыновлять, потому что, ну, это нужно... Ну, ребёнка снижается вероятность того, что его, да, усыновят. Да, а ребёнок уезжает на усыновление за границу. И, допустим, наши прокуроры там, они встретились, кстати, с семьёй, семья очень хорошая, ребёнок там хорошо живёт, но при усыновлении из Казахстана у девочки был установлен там спастический тетропорез, ещё какая-то сложнейшая форма детского церебрального паралича, при которой она, в принципе, даже, по сути, не могла бы передвигаться, ходить. Но ребёнок здоров, занимается балетом, и как бы вот эти все подтасовки, да, вот это всё было направлено, как бы на то, чтобы отдать наших детей не нашим казахстанским гражданам, где они бы имели бы право и общение со своей кровной семьёй, если, ну, там же не всегда мама умерла, да, например, и так далее, то я думаю, что это просто очень нечестно, это незаконно, и эта вся процедура была максимально непрозрачной. Сейчас ситуация намного лучше с этим. Вот, я не могу гарантировать, что торговля детьми по-прежнему не продолжается, потому что, будучи уполномоченным по правам ребёнка, мы эту работу проводили, и большие случаи с торговлей детьми связаны именно с установлением, опять же, ну, в рамках как бы нашего государства, наших граждан. Да, вот смотри, мы знаем, что не только эти сделки происходят с иностранными гражданами, а торгуют внутри страны, ну, грубо говоря, как живым товаром, ну, давайте сейчас так вот называть это, потому что мы все знаем истории, и предавалось это всё в СМИ, когда бездетные пары, ну, элементарно, не могут очень долго, они стоят на очереди, они пытаются там одного ребёнка, другого как-то получить официально, а потом им приходится просто выкупать этих детей из детского дома, потому что легально взять малыша им почему-то не дают. Почему? Почему детским домам выгодно держать детей у себя? Ну, здесь несколько факторов. Если вы знаете, я очень сильно подвергалась там самого родного рода хейту, да, когда мы боролись вот как раз-таки за права детей, особенно в праве ребёнка на жизнь и воспитание в семье, потому что учреждения, в которых находятся дети, это оставшиеся без попечения родителей, детские дома, дома ребёнка, они содержатся за счёт средств государственного бюджета, туда идут миллиарды тенге, и, собственно говоря, чем меньше детей в этих учреждениях, тем меньше учреждений и меньше это финансирование, которое, я тут тоже могу опираться на доказанные факты, на работу, которую провели и Генеральная прокуратура, Агентство финансового мониторинга и Антикор, зачастую эти деньги просто разворовываются, там, коррупция и так далее, но основа этому всему это, конечно, содержание детей в этих учреждениях. Второе направление это то, что касается, конечно, усыновления, потому что мы провели тоже большую работу. А есть кейсы, которые, да, можно обознать? Я очень благодарна и сотрудникам полиции, и прокурорам в районах, регионах и в центральных этих государственных органах за ту работу, которую они провели, так как внутри Казахстана тоже есть свои схемы торговли, да, это начиная с сайтов и соцсетей, где специальные группы, где, там, даже мамочки, которые хотят родить и планируют отказаться от ребёнка, уже ищут, да, какую-то пару, которая может заплатить за это и легализовывать это потом разными способами, да. Мы же регулярно слышим, что там в роддоме продавали детей, да, новорождённых, и как бы осуждено уже очень много работников медицинских и органов ОПЕК по этому поводу. Заканчивая тем, что, ну вот, один из случаев, который мы, там, из последних сопровождали, это ко мне обратилась семья, которая является кандидатами в усыновители, они сами не могли иметь детей, и в этих чатах, где общаются и кандидаты, и приёмные родители, вот, они все стараются друг другу помогать, вот, из этого чата одна из участниц написала им, что вот есть такая хорошенькая девочка в одном доме ребёнка, она только туда поступила, мама погибла в аварии, вы вот можете её забрать, но вот там сумма вот такая-то, которую нужно заплатить. И эти граждане, понимая, что если они это сделают, хотя там видео ребёнка прислали и фотографии, это, знаете, такая огромная психологическая манипуляция на самом деле, они хотят её воспитывать, они уже как-то вот у них всё в голове сложилось, вот, они понимают, что пойдя на этот шаг, они будут соучастниками, они будут нести уголовную ответственность как покупатели в этой торговле детьми. Они пришли ко мне, и мы как бы обратились в правоохранительные органы, там была целая, детективная история, когда там все их контакты с посредником, с сотрудником органа опеки, с передачей этих денег и прочего-прочего, в итоге это всё было, как бы, все эти негласные следственные действия и прочее-прочее привели к тому, что этих людей, которые продавали детей, там осудили. Но я думаю, что это всё равно не единичные факторы, конечно, и это нечестно по отношению к людям, которые идут по закону, и которые также имеют право и хотят воспитывать ребёнка, но при этом не участвуют в таких преступлениях, вот, и детей не получают. У нас... Да, 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 Ружан, да, у нас просто немножко время поджимает, хронометражи. Спасибо большое, я напомню, что с нами на связи была Ружан Саин, общественный деятель, известный основатель общественного фонда «Милосердие», наша коллега, журналист Ружан Саин. Спасибо большое. Спасибо, да, да, я единственное, если я вам дам ссылку, если ваших редакторов, я на несколько лет назад прям писала большое расследование, где мы прям показывали, что до 38-39 тысяч евро стоимость усыновления ребёнка из Казахстана через вот эти агентства по усыновлению, то есть это то, что озвучивает сенатор, это на самом деле имело место, может быть, имеет и сейчас, но сейчас усыновлённых детей за границу стало прям единицы, на самом деле, немного, и я очень надеюсь, что всё-таки все дети, которые в Казахстане или вне страны, живут счастливо в любящих семьях, и что всё-таки несмотря ни на что у них всё складывается хорошо. Спасибо, Оружан, спасибо за озвученное мнение, да. Ну, мы двигаемся дальше, да, вы обязательно, наши зрители, друзья, пишите о том, нужно ли разрешать зарубежным усыновителям вообще усыновлять детей в Казахстане, у нас много будет интересного ещё дальше, ещё одна важная тема, это, что ты хотела сказать? я хотела сказать, да, я хотела сказать, и новость, о которой мы начали, то, о чём говорят и в правительстве, о чём говорила другая наша коллега, журналистка про Сару Алпысовну, скажем так, да, вот за этим мы тоже всем будем наблюдать, потому что, ну, нужны факты, нужны какие-то доказательства. Сейчас очень многие, конечно, поднимают интерес к себе за счёт громких имён, и здесь вот нам хочется всё-таки докопаться до правды, до какой-то истины, да, эта тема будет не забыта. Факт в чём? Факт в том, что Сару Алпысовна тогда в 90-х годах она занималась благотворительностью, был вот эта большая организация БОБЕК. Одарённых детей поддерживали. Да, безусловно, Сару Алпысовна, наверное, имела какое-то отношение к процессам, которые связаны и с усыновлением тоже, вот, но с другой стороны, справедливости ради, да, тоже вешать всех собак на Назарбаевых, наверное, не стоит. Некоторых собак, наверное, иметь в смысле вешать. Просто если такие заявления проходят, да, Даурен, если такие заявления проходят, позиция Ирана это понаблюдать, посмотреть, докопаться до истины, выяснить прежде всего, ну и потом уже давать ответы Каким образом Сару Алпысовна имеет отношение? ну сегодня мы задаём такой вопрос, как бы и себе, и вам, друзья. Ну, наверное, не ради денег, если даже имела какое-то отношение, об этом же журналистка и сказала. Будем выяснять дальше. Вы пишите, что вы думаете по поводу того, что нужно, чтобы дети из Казахстана уезжали за границу, чтобы усыновители зарубежные приезжали или не нужно? Ещё у нас одна горячая тема будет впереди, это такое секс-просвещение в отношении, ну, в плане детей, да, в плане детей, которая касается ЛГБТ, которая касается того, что дети до своего совершеннолетия могут определить свою сексуальную ориентацию. Нужно это или не нужно? Тоже своё мнение пишите, горячая тема. Ну, двигаемся дальше. Казахстан отправит 139 миротворцев на голландские высоты. Напомню, такая конфликтная территория между Израилем и Сирией, и вот парламент Казахстана одобрил отправку казахстанских военных в качестве миротворческого контингента для участия в миссиях ООН. Это как «Голубые каски» называется. Давайте послушаем, как именно будут нести службу наши миротворцы. На сегодняшний день впервые мы добились того, что Организация Объединённых Наций нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдём выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное. Второе. Задачи, которые предстоят перед нами, в первую очередь, это патрулирование районов, выполнение комендантской службы. Рота будет находиться в резерве. Но для этих целей мы обеспечиваем нашу роту боевыми колёсными машинами в количестве 15 единиц, инженерной техникой, КАМАЗами, штатным вооружением, средствами связи и медицинским обеспечением. Рахмет. В общей сложности 430 казахстанцев будут направлены на Ближний Восток, Южный Судан и спорный регион Абьей. Также сообщается, что среди направленных военнослужащих будут 7 женщин. Куда ещё направят наших миротворцев, не сообщают. Географию определяет ООН. Да, ну, что тут сказать? Тут, наверное, нужно сказать, что участие миротворцев во всяких миротворческих миссиях под флагом ООН, это, конечно, такая хорошая новость, это радует, но не очень радует то, что в критический момент внутри самой страны наши военные вообще непонятно где находятся. Ну, давайте вспомним хотя бы Хантар. Да, вот миротворцев мы отправляем, а когда критическая ситуация в самом Казахстане, Министерство обороны иногда показывает такую беспомощность. Это фиксировал сам глава государства. Да, ну, давайте двигаемся дальше. В эти дни, раз уже заговорили о главе государства, в эти дни президент Казахстана Тукаев Касабжимар Кемельч находится с официальным визитом в Италии. Накануне он встречался с президентом страны Серджио Мотореллой, премьер-министром Джорджи Мелони, это очаровательная женщина, но, очевидно, не только такая итальянская кухня или общение с Джорджи Мелони вызвала довольную улыбку президента. Журналисты пишут, что много важных соглашений удалось подписать. Мы, оказывается, будем строить с итальянцами совместные заводы, ну и вообще всячески укреплять культурные и экономические связи. А сегодня Касабжимар Тукаев встретился в Ватикане с Папой Римским. Обменялись они сначала протокольными любезностями, а потом президент Казахстана поблагодарил понтифика за его молитвы о мире. Ну и следующая наша новость из столичного зала суда. Новый процесс начался над одним из самых скандальных чиновников старого Казахстана, экс-министром культуры Арастанбека Мухаммеде Улы. На этот раз на скамье подсудимых кроме бывшего министра его жена Галия Искакова и адвокат. Их судят по делу о даче взятки. Мухаммеде Улы, мы уже не раз говорили, это наш любимый министр. Экс-министр. Ты можешь такую рубрику завести. Наш любимый экс-министр. Мой, говори мой. Мухаммеде Улы, мы не раз говорили, он классный, классно одевался и классно воровал. Классно воровал, это всегда было весело. Ярко воровал. Ярко воровал. Художественно воровал. Он же... С поводами. Да. В общем, Мухаммеде Улы теперь меняют попытку дачи взятки. Там интересная история. Его супруга якобы оказывала посреднические услуги в этой сделке, а юрист может схлопотать срок за мошенничество в особо крупном размере. В чем там дело? Все дело в том, что адвокат, по данным следователя Антикора, обещал, вызвали текст министра из тюрьмы, потому... Они хотели дать взятку кому-то, кто может помочь с этим. И на это все потратили 460 тысяч долларов. Вот такая сумма. Почти что 500 тысяч долларов. И в этой истории задействована и жена Мухаммеде Улы, и адвокат. Напомню, в прошлом году Арастанбека Мухаммеде Улы осудили на 8 лет за растрату денег в то время, когда он занимал пост директора Национального музея. Вопрос в связи с этим, если 500 тысяч долларов могут потратить на то, чтобы выйти из тюрьмы, сколько наворовали? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok